Ленинградские волонтеры заменили родителей осиротевшему лосенку. Малыша нашли посреди леса в Кирижском районе. Этому лосенку всего несколько дней. На руках и лице волонтера Вероники Антоновой он пытается отыскать очередную порцию молока. Детеныш осиротел при рождении. Его приютили в Раполова в центре реабилитации диких животных Велес. Свитозар, в принципе, такой маленький, хороший, светлый лосенок, поэтому Свитозар. Голодного и обессиленного Свитозара в лесу обнаружил местный егерь. Он нашел новорожденного под елю и сообщил об этом волонтерам. Мы постарались максимально с комфортом его довести, чтобы у него не было стресса. Я ему песенки пела колыбельные, пока мы ехали. Он сначала дрожал, потом он жалобно плакал. Я его укутала в плед. Сейчас кроха весит около 16 килограммов, ест 7 раз в день и уже почти привык к людям. В рационе Свитозара пока только козье молоко. Траву он впервые отведает через две недели. Чуть позже в меню появятся и ветки. С ним очень важно просто сидеть, чтобы кто-то сидел рядом с ним. Теплый, да, скажи. Это теплый. Маленькие лосята рассказывают волонтеры создания нежные. Пока Свитозар не окреп, его нужно оберегать от сквозняков и влажности. Инфракрасная лампа на потолке предотвращает размножение бактерий. А так называемый солевой лизунец помогает малышу научиться самостоятельно есть. На лизунец, если капаем молоко, он вылежит. Малыш Свитозар по расчетам волонтеров в будущем станет настоящим лесным великаном. Уже сейчас его рост гораздо крупнее других собратьев. Покорять зеленую зону Ленобласти он отправится только следующим летом. Юлия Касатина и Анатолий Толошкевич. Последнее известие. Всеволожский район.